Каждый год на большую пресс-конференцию главы государства приезжают все больше представителей СМИ. И этот год не только не стал исключением, но и побил предыдущие рекорды. И впервые за много лет самарским корреспондентам тоже удалось задать вопрос. Он касался строительства Климовского моста через Волгу. Журналисты волновало, как это отразится на межгосударственном сотрудничестве. Президент ответил – наилучшим образом. Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то, что с нашими, в прямом смысле этого слова, братскими республиками бывшего Советского Союза сегодня, с независимыми государствами, товарооборот самый большой, развития инфраструктуры явно недостаточно. Поэтому мы, я уже говорил об этом, мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги уже проложили на Китай. Мы должны сделать свою часть работы. Будем обязательно это делать. В том числе это касается вот тех мостовых сооружений, о котором вы упомянули. Волновало журналистов, и что думает президент по поводу 31 декабря – сделать выходным днем или все же оставить рабочим? Что касается выходного 31, то, в принципе, это, на мой взгляд, логично, конечно. Я с аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен. Это лежит на поверхности. Но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямого нового года, я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31 они объявляют нерабочим. Но на самом деле я могу только поприветствовать, если они сошли, это возможно. Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров тоже рекомендовал работодателям сделать выходным 31, при условии, что это не повредит трудовому процессу. С журналистами глава государства говорил об экономическом росте и нацпроектах, о здравоохранении и газовом вопросе с Украиной, о реформе мусорной отрасли, о борьбе с терроризмом и о том, нужна ли России новая конституция. Президент считает, не нужна. При этом президент понимает логику тех, кто предлагает нести изменения в основной закон, касающийся, например, расширения прав парламента. Пресс-конференцию Владимира Путина на этот раз можно было посмотреть на большом экране. В Самаре организовали трансляцию на более чем 10 точках, в том числе и в библиотеке нового поколения на Николая Панова. В зале собралось немало людей, и у всех пришедших были свои вопросы к главе государства. Я жду, как всегда, искреннего общения, потому что, на мой взгляд, официальное общение – это официальное общение. А когда у нас идут ответы на живые вопросы, потому что очевидно, что журналисты и представители СМИ, которые сейчас присутствуют в Москве, они озвучат наиболее актуальные для жителей вот той локации. Очевидно, что многие проекты, они рассматривают глубокие вопросы и глубокие ответы, но при этом мне все-таки кажется, что необходимо коррективы вносить по итогам прошедшего года, до 2019-го, как первого года реализации нацпроектов. Я знаю, что в прошедшем году, весь этот год, очень поддерживали направления культуры, в том числе и муниципальные библиотеки. Мы находимся просто в удивительном месте, которое совсем недавно обновили. Буквально месяц назад было крупное открытие. И хотелось бы узнать, будут ли остальные библиотеки именно нашего города все-таки подтягиваться до этого уровня. Хочу выразить благодарность. Именно благодаря указу президента появилось, открываются все новые и новые модельные библиотеки. Мое пожелание, чтобы таких библиотек открывалось как можно больше в городах и селах. В этом году президент не стал побивать рекорд, установленный в 2008-м. Тогда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, на этот раз она шла немного меньше. Елена Малютина, Григорий Пришаков. События.